Братья и сестры, еще одна мудрость, особенно для тех, кто находится за пределами происходящих событий. Еще одна мудрость в том, что нам уже пора осознать в свете битвы при уходе, кто по-настоящему на стороне Аллаха, на стороне посланника, на стороне уммы, в отличие от тех, кто на стороне притеснителя. Пришло время назвать их имена с позором, пришло время раскрыть глаза на действительность, на тех, кто выступает в защиту тех, кого убивают, и тех, чье мертвое молчание оглушает. Настало время назвать тех людей, которые вместо того, чтобы встать на сторону притесненных, переступили через них и пытаются наладить связь с режимом апартеида. Они хотят наладить отношения с притеснителями и повернуться спиной к правому делу, которое было главным общим делом нашей уммы на протяжении 80 лет. Умма была сплоченной. 80 лет мусульмане и тасикы, практикующие и даже не практикующие, вся умма единогласно считала это дело делом сердца каждого из нас. И только за последние годы риторика изменилась. Появились группы, которые решили нормализовать отношения с оккупантами и решили повернуться спиной к притесненным. Валлахи, в этой беде благо для нас, чтобы мы увидели всю реальность происходящего. И мы видим эту реальность. Как можно нормализовать связь с группой людей, которые бомбят детей в больницах? Как можно нормализовать связь с наиболее удушающим режимом на этой земле в наше время? Поэтому мы должны открыто заявить, что если это не лицемерие, то что тогда лицемерие? Мы жили вместе, еврейская община, на протяжении сотен лет. В Палестине, в Египте, в Марокко, в Тунисе, в Иране. Во всех этих странах мы жили и процветали как религиозные евреи среди религиозных мусульман. И не нуждались ни в каких правозащитных группах для своей защиты. Мы всегда жили вместе. Мы нянчили детей друг друга, даже несмотря на отличия в наших религиях. И это никогда не вызывало неприязни. Все поменялось с появлением сионизма и контролем территории. С тех пор они стали пребывать и захватывать земли. С тех пор всюду смерть и страдания.